Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю регустацию тех сортов, которые поспели. Наконец-то я дошла до петруши. Петруши-огородник, он довольно-таки новый сорт и не все с ним знакомы. Вот кто в прошлом году у меня покупал семена, и кто выращивал впервые, уже пишут, что влюблены в этот сорт. Этот сорт действительно он такой необычный и немного не похож на все остальные томаты. Напомню, что это супер детерминантный сорт, то есть он низкий, он никогда не будет высокий, он в высоту не растет, он растет в ширину. Кто не знаком с этим сортом, я сейчас быстренько о характеристиках его расскажу и начнем смотреть внутри, какие плоды. Кост у него штамбовый, низкоруслый, высотой всего 60 см. В теплице он может вырастить чуть-чуть побольше, но вот в теплице я его много не высаживаю, потому что он очень густой, очень кустистый, с ним проблемы. На улице он растет прекрасно и вызревает. При выращивании в теплице он может достигать метр, метр двадцать, даже полтора метра. Томат петруша огородник, он среднеранний, это не скороспелка, это не ранний сорт. И если вы хотите получить его пораньше в теплице, то нужно сеять его тоже пораньше. Он не с укороченным сроком вегетации, но он имеет длительный срок активного плодоношения с июля и по октябрь. Вот у нас до заморозка. В прошлом году у меня последние плоды уже такие бурые, они замерзли, прям не успели даже снять. Урожайность 6 килограмм, 4-6 килограмм с одного куста, это очень большая урожайность. Это значит с метра 10-15, смотря сколько посадите на метр квадратный. Но куст густой, я еще раз скажу, такой низкорослый и с обильным количеством огромных листьев, завязей. Листья сочные, темно-зеленого цвета. Помидор петруша огородник устойчивый к заболеваниям, к таким как верхушечная корневая гниль, фитофтороз, мозаичность листьев. Он поражается этими заболеваниями, если уж у вас будет эпидемия в последнюю очередь, потому что лист такой грубый, толстый, он сложно вот так вот коробится, не кучерявится, ничего с ним не делается. Томаты вот этого сорта, петрушки, отличаются обильным плодоношением. Плоды вот такие яркие, розовые, овальной формы, вот такие вот удлиненные обязательно. И как говорят, что напоминающие колпак. Отсюда вот такое оригинальное название петруши огородник. Масса плодов 180-200 грамм. При хороших условиях выращивания может достигать до 300 грамм. Сорт обладает отличными вкусовыми качествами. Высокое содержание сахара, то есть плоды сладкие, они мясистые, крепкие и долго хранятся в свежем виде. Я сейчас вот одну помидорку разломлю, и мы посмотрим, какая у петруши, ой, сейчас не отключилась бы, будет мякоть. Не разрезаю, потому что при разрезании вот эту сахаристость не очень видно, когда разламываешь, и очень хорошо видно вот эту арбузную мякоть. Так же, как на предыдущих видео, я вам говорю, что если томат водянистый, при разламывании обязательно с него начинает вытекать сок. Когда у томата большое содержание сухих веществ и повышенное содержание сахара, у него вот такая вот арбузная, мелкозернистая мякоть. Вот это и является, как подтверждение того, что томат сахаристый. Даже не пробуя его на вкус, вы можете вот даже заочно определить, кто опытные огородники, что томат действительно сладкий и сахаристый. Если бы он был водянистый, у него была бы совсем другая консистенция. Сейчас я попробую. Прекрасный вкус такой томатный. Ярко выраженный томатный вкус, сладость. И вот чуть-чуть такая приятная кислиночка. Вот эти первые томаты, он, видите, у меня вот этот, я который разломила, он немножко не той стадии зрелости, когда повышенная сладость. Вот этот вот, видите, ярче его цвет, он уже поспел. А этот он немного, ему надо было еще повисеть. Но этот я побоялась разламывать, он, видите, он даже уже треснул. И я боюсь, что тут, ну, как я его просто помну и ничего не перее... Я его не увидела сразу, он у меня перевисел. И вот он будет сладкий-пресладкий, это точно. Только я боюсь его ломать. Да нет, разломился. Когда он вот до такой степени поспеет, что вот именно, ну, ярко-розовый. Да, вот здесь нотка кислинки уже исчезла. Томат сладкий, сахаристый. Вот что видно на изломе. Там у меня Рита одна просит все резать, резать. Резать буду позже летом, когда будет много плодов, буду делать семена. Я буду разрезать. Сейчас просто некогда этим. Я вот разломила, показала. Не течет сок, не течет сахаристый. Покушала сладкий. Этого достаточно для общего обзора. Такая быстренькая дегустация плодов. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сегодня мы дегустировали сорт петруша, который низкорослый, штамбовый, супер детерминатный, который очень урожайный. И вот такие вытянутые длинные плоды. Очень хороший сорт.